Привет, друзья, это Бэйс, и я опять угораю в мультиплеерных шутерах. На этот раз я решил вспомнить Battlefield Hardline. Часов 20-30 где-то вот я в ней провёл. И, в принципе, было действительно годно, было весело. Есть прикольные режимы, например, тот, в котором я сейчас нахожусь. Это ограбление. Ты какой-то глупенький, медик. Не хочешь сам себе лечить? Так, там, на крыше, на крыше жулики. О, братья, это жулики. Отлично, осколочка сработала на ура. Вот тут бы сейчас снопу бы. Ой, ну супер, Денис справляется и без снопы. Со своей любимой осолдкой. Я просто уверен, что она моя любимая, потому что она у меня была установлена. Ну, как бы, всё очень просто предугадать. Хилимся живём. А, стой, ты умер? Так, вставай. У вас же в команде супер, мать его, хилер, который помер. Вообще, Battlefield Hardline по сюжетке я так и не прошёл. Мне он показался, ну, более-менее скучным. Возможно, всё потому, что я люблю начинать шутеры на самом лютом. В плане сложности, я имею в виду, конечно же, режиме. Но, моё удивление, мне понравился вот мультиплеер. Да, ну, более-менее понравился. По крайней мере, больше понравился, чем, собственно, зашёл синглплеер. Вот такая вот мистическая штуковина со мной произошла. Мультиплеер делали одни люди, походу, DICE как раз-таки. Я не помню досконально эту ситуацию, но вроде бы мультиплеер делали DICE, а непосредственно сингл же Vicerall. На стримах в Battlefield Hardline просто играть не особо прикольно, потому что... Всем плевать на неё? Просто всем на неё плевать. А я всё-таки обладаю странной какой-то привязанностью к играм, которые не в почёте у многих иногда. Пацаны, пацанва, спасайтесь! Спасайтесь! Все живы, все здоровы! Ах, какое разочарование! Ладно, 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 ладно. Рра! А всё остальное... Вот, отлично, просто прихожу, убиваю кого-то, сам умираю. Достаточно честно, прям как алхимия. Чтобы убить кого-то, нужно самому умереть. Надо вспомнить, что в этом режиме нужно, в общем-то, защищать всяческие денюжки, которые пытаются похитить бандосы. Но я же, я же, я же предпочитаю отстреливать им яички. Какой бы режим ни был, я в основном играю в него как в Deathmatch. Я просто смотрю на режим с точки зрения движухи непосредственной. То есть, в обычном ТДМе всё немножко хаотично, и не всегда это тащит. Да, что ж такое? Не всегда это тащит. А вот в таких, где люди занимаются какими-то определёнными делами, и ты знаешь, где их можно встречать. Вот в таких режимах мне достаточно удобно и уютно, в принципе, играется. И в этом действительно есть какой-то понт. Украдите сумку. Ну давайте попробуем ради прикола украсть. Получится это у меня или нет, я, конечно, не знаю. Но не попробовав, пулю в жопу не словишь. Что приятно, опять же, вот я не так давно играл в 3-е Battlefield, так это то, что новое, так скажем, поколение консолей позволило нас избавиться от одной из тупейших проблем. Ну, когда у тебя малое количество, точнее, меньшее количество игроков, чем у соседей, там, например, на пекарне. На пекарне. Пацаны, спасайте, пожалуйста. Да спасайте же, умираю, ватьмашу! Что такое? Ватьмашу. Это, знаете, как ту и вахуча, только ватьмашу. Ах, житуха воровская, мне бы сумки воровать. Защищать курьера. Вот мы оба курьера, кто защитил, кроме меня. И нож в ножнах, окей, продолжаем нашу вечеринку. Все, 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 хорошо, хорошо. Брат, выживай! Наш отряд лучший! Лучший, 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 лучший! Поехали, поехали! Спасибо, классно, классно, классно. Отработали, но ура! Я, кстати, все время играю в Battlefield за оператора. Ну, практически все время, потому что люблю хилить людей. Хотя мне на них, честно сказать, практически плевать, но... Ну, я имею в виду рандомных игроков. Просто я чувствую себя полезным, когда кого-то подлечил, там, респаун, провел дополнительно как-то хитрожопа. Это реально помогает игре, и если даже я не тащу, так скажем, скиллом, это помогает хоть как-то... Дружище, дай пройти, и я умираю. Так, нужно ворвать сумку. Ворвать сумку! Воруем сумку, дружик! Так, вот тут коллега... Коллега прогнулся под системой! Ну, нельзя же было так умирать. Кстати, у меня есть парочка знакомых, которые очень круто играют в Battlefield. Они смотрели мои, там, какие-то стримы, ролики, говорят, чувак, что ты делаешь? Нахерена ты рашишь? Типа, рашу только полумутки. Наверное, да, но не знаю. Я, когда играю в Battlefield, мне вот действительно все равно на то, как я играю, потому что, ну, в моих целях есть только получить фан. Ну, давай, давай. Вставай, 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 вставай. Разлегся тут. Разлегся. Вот видите? Человек-лекарь. Тащит. Стреляет иногда. Кого-то убивает. Делает полезные дела. Вообще прекрасный человек. Лучше, я бы сказал. Щеку укусил. Такие щеки огромный, грех и не укусить. Блин, бандиты устранены. Мы проиграли, к сожалению. Но зато у меня положительное КД 16 против 12. Для меня это тоже очень хорошо. Ну что ж, второй раз играть будет совершенно не лишним. Тем более, что карта такая, знаете, забавная. Голливудские холмы, все дела. Отметить. О, это хорошо было. Еще раз хорошо будет. Отлично, Денчик. В остальных играх я, как правило, играю по три режима. Например, да, по три карточки. Но здесь, в Баттлфилде, так как они достаточно и без того большие, я буду позволять себе самую малость. Играть по две карты. Я думаю, это самое идеальное. И для меня, и для вас. И еще разочек. Ах ты жулик. Окей, сделаем вид, что этого не было. И прям снова сходу. Воу, врываемся. Врыв, врыв, вровень. Так, я вижу, вижу жулика. Вижу жулика. А еще, еще, еще. Я знаю, их тут много. Ой, 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 ой. Жопа кипит, жопа кипит уже. Опа. Все, выпускайте меня, выпускайте. Я порву их. Вов, вов, вов. Я порву их. Да, иногда внутри меня просыпается какой-то вот дикий пес. Я просто, в принципе, люблю собак, поэтому про псов говорить нормальная тема. Я помню, когда у меня было два соседа, собственно, когда в съемной хате жил не только я с женой, но еще и два парня. Ну, может, кто-то там знает Данила и там Семену Кудряшову. Вот. Я все время с утра врывался в комнату, когда их нужно было будить. Они же без меня не могли проснуться по какой-то странной причине. Я врывался в комнату и кричал, эй, псы, просыпаемся! Ну, или там еще угрожал им разбить яйца и все такое. Ну, то есть, это вот мой стиль, опять же. Песи стиль. А вот полтора часа ты мог вообще вот перезаряжаться? Так, где кто-то? Кто-то, давай, не будем. Не шуми тут, дружище. Ну, что ж ты творишь? У нас тут нормальная вечеринка, а не вот ваши эти. Вот, парень чисто случайно, я смотрю, наткнулся. Давай возвращать. Давай. Падла. Куда ты убежал? Из тренажерного зала бежать-то? Как так можно-то? Это ты мне намекаешь, да? Что я боюсь спорта, да? И убегаю от сложности, от трудностей. Все, защищаем, защищаем, господа. Грянку только в зубы не ловим. Хорошо, договорились? Все приняли мою команду. Погнали. Погнали. Ну, смысле, погнали защищать и ничего не делать. Просто аккуратничаем, аккуратничаем. Разведочка, разведочка, разведочка. Выбрать бонус. Доп-магазин, быстрый подъем, быстрый подъем. Ну что, 10 к 4. К 10 к 4 это, пожалуй, не хухры-мухры. Ворвался. Настрелял. Немножечко наумирал. Нас спасал. Просто. Прекрасный человек. Ну что же, друзья, с Battlefield Hardline на сегодня пока что все. Если вам понравилось и вы хотите продолжение по этой игре, то обязательно пишите об этом в комментариях и подписывайтесь на этот канал и на основной. Там контент еще круче. Всякие обзоры, подкасты и много чего интересного. Так что не забывайте проделать и эту нехитрую операцию тоже. В общем-то, клик один сделать буквально и все-то бац и готово. А на этом у меня действительно все. Это был Бейс и, конечно же, до новых встреч. Пока-пока.